Мария Елисеева – молодая мама, которая уже три года тренирует девушек с детьми по своей программе. В этом году она, что называется, расширила горизонты и впервые проверила свои силы в соревнованиях по фитнес-бикини в Москве. Вот у меня две медали. Одна медаль, получается, то, что я первый раз участвовала, да, это дебютантка, да, и вторая медаль за то, что в ростовой, в своей ростовой, потому что там есть ростовые категории, да, у меня там определенный рост, получила второе место. Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Следующие соревнования по бодибилдингу, в которых Мария хочет принять участие, пройдут весной. На этот раз она решила подготовиться основательно и завоевать призовой кубок за первое место. Буду все это время готовиться, прорабатывать свои пропорции, потому что там очень-то важно, вот, потому что в целом у меня все хорошо сушится, я умею. Главное сейчас проработать пропорции, потому что там это важный критерий. Трудно поверить, но еще 4 года назад Мария выглядела вот так. Находясь в декретном отпуске с ребенком, она решила преобразиться. И мы просто с сыном друг друга развлекали, мы занимались спортом. Пару раз поприседали, поняли, что это весело. И мы весело, здорово, вот так же тренировались, как здесь сейчас мои, как вот здесь сейчас мама с ребенком. То же самое, только это было у меня дома. А потом мы перебрались в ЦПКО, потом потянулись к нам сами мамы, которые гуляли с колясочкой, и мы решили совмещать прогулку с тренировкой. Маша тоже мама, она показывает свой пример, как из, конечно, плохо говорить, из толстушки, из бампушки превратиться в фитнес-модели. Конечно же, хочется стремиться к этому и быть лучше. Мария изменила свою жизнь и теперь тренирует других девушек, женщин, мам с детьми со всего интернет-сообщества планеты. Елена Юдаева уже прошла фитнес-марафон Марии, теперь отправилась к ней в зал вместе с ребенком. Поправили технику какую-то, конечно, прекрасно, я и буду дальше продолжать с Алисой сюда приезжать. Я была, на самом деле, удивлена, что она высидит целый час, потому что она егоза. Было очень классно, детки вместе коммуницируют, играют, и дети отвлекаются от мам, и мамы отдыхают. Как бы это странно ни звучало, мамы тут потеют и отдыхают. Дети знакомятся, адаптируются, причем эта адаптация еще и полезна перед садом, потому что, когда ребенок идет в сад, у него тоже стресс и у мамы, и у ребенка. А здесь он уже взаимодействует, он уже в контакте, ему уже потом легче, легче, легче. Мария Елисеева считает, что совместные занятия мам с детьми приносят огромную пользу. Она подбирает такие упражнения, которые с легкостью можно выполнять и дома. К тому же некоторые дети приучаются к здоровому образу жизни и спорту буквально с пеленок. Приседания, пресс. Мне всего больше нравится пресс, потому что, ну, его надо качать, потому что, а то, когда тебе стукнут живот, то пробьешь живот себе и все. Ну, еле-еле еще надо качать долго. А тетя Маше надо пояс носить, потому что у нее все мышцы. Класс. Но на качок, как парень. И ездила на срыва, на бане. И у нее второй мастер. Свой успех как в спортивной карьере, так и в работе тренера Мария объясняет очень просто. Все дело в атмосфере. Девушка не дает сухую программу тренировок, а старается зажечь искру в каждом человеке. Замотивировать не только на физическую, но на моральную и духовную трансформацию. Вообще, по образованию я режиссер массовых мероприятий и праздников. В общем, я, получается, соединяла спорт и праздник в одно. Поэтому у меня марафон называется «Веселая и стройная жизнь». Я задаю атмосферу, я задаю настроение, я даю эту энергию, потому что мне это нравится. Ты несешь, что ты хочешь этим сделать? Так вот, у меня есть эта сверхзадача. Я хочу донести людям, что очень важно быть в тонусе, работать над собой. Каждой своей подопечной Мария подбирает индивидуальный режим питания и тренировок для достижения оптимальных результатов и дальнейшего поддержания себя в тонусе.